Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня я вместе с мелким буду продолжать работать ангелом-хранителем нашего дорогого Стёпы. Именно в этой серии я помогу ему вернуться к своей бабе, которая его бросила, для того, что он, ну, любит баловаться крепкими настоечками. Я тебе, мелкий, даю слово, и тебе тоже, и всем остальным подписчикам тоже, то, что это последняя серия, когда я решаю чьи-то проблемы, но не свои. Через три дня, ровно через трое суток, мне нужно принять решение или удалить канал, чтобы спасти Костю. Ну, или Костя ещё раз кое-что отрежет. Многие подписчики начали передагать там всякие странные теории, знают, что я могу удалить этот канал, потом создать новый канал и на второй канал начать заливать видосы. Но, ребят, проблема-то в том, что похитители как бы тоже not stupid, пацаны, да? Они также могут найти мой второй канал, потом не отдать мне Костю и потребовать, чтобы я и второй канал ударил. То есть просто так их не сможешь обмануть. Мне нужно или спасти Костю, удалив канал, ну, или продолжить записывать ролики, не спасав Костю. Ладно, на это всё мы будем решать в следующей серии, а сейчас, Мелкий, стой здесь, я пойду спасать задницу Стёпы. Стой здесь. Спит, значит. Стёпа! Чё-то я слишком громко заорал. Стёпа! Подъём! Степан! Усач ты наш местный! Так, чем бы его разбудить, а? Может, ломом по башке треснуть? Мелкий, иди сюда! Мелкий, иди сюда, иди сюда! Помнишь, я тебе дарил электрошокер? Ну, чтобы ты в школе отбивался от хулиганам, которые тебя пытались там оскорблять до того, как ты им жопу поджарил электрошокером. Поджарь жопу Степану, чтобы он проснулся. Мне кажется, он его опять перебухал. И не может просто проснуться. Давай, давай! О-о-о! Сразу, сразу подскочил со своего места! Сразу забегал! Ой, о-ой! Стёпа! Ты сам провинился. Так, в смысле мы сдурели? В смысле сдурели? Я тебя будил-будил сколько? Секунд 10, ты не вставал. Стёпа! Очнись! Вот зато протрезвел сразу же, да? Зато вот с помощью электрошокера, вот, выглядишь просто трезвеньким. Я уже как 5 дней не пью. Так ты чьи, труханэ, решил размешать? Мелкого, а ну дыхни! А ну дыхни, давай, давай! Мелкий, ты смотри, эта усатая скотобаза реально меня не обманывает. Стёпа, ты меня реально сейчас удивил! Ты действительно 5 дней не пьёшь? 5 дней не пьё... Чё-то мне кажется, в этой серии у нас всё должно получиться, мелкий. Без всяких сюрпризов. Труханы в руки и потопали. Быстро, 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 быстро! Что ты, мелкий, что ты, Стёпа. За мной у меня для каждого из вас сегодня будут просто дела, делищи на всю серию. Стёпа за мной, мелкий. Ты... Ты в пятёрочку. Смотри, я тебе дам немножко золотых монет, давай. Ну, мне кажется, 10 золотых монет тебе точно должно хватить. Хотя, какие 10? Держи 7. 7 золотых монет? Ну, хорошо. Купи себе ещё какую-то конфету, 8 золотых монет. В общем, только кофе не покупай, я проверю. В следующий раз ты дышать будешь, если будет пахнуть кофе. Ага, да-да-да. Бежишь в пятёрочку, покупаешь литр молока, покупаешь две кока-колы. Ну что ты знаешь в этом роде. Главное, никакой крепкой настойки. Да, Стёпа, у меня есть план. Мелкий шуруй, шуруй в магаз, шуруй в магаз. Сейчас, Стёпа, у меня есть... Ой, какой план. Сейчас мы тебя приукрасим, прям... Будь конфетка. Да нормальный план, Стёпа, не сыкуй, не очкуй. Я сто раз так делал, сто раз, друзей, из беды спасал. Пошли за мной. Я для тебя там кое-что подготовил. Шуруешь переодевалку, закрываешься и надеваешь то, что тебя ждёт там в шкафу. Давай-давай-давай, Стёпушка, не стой на месте, не пялься на меня. Давай в переодевалку напяливай на себя костюм и выходи, дорогой мой. Сейчас мы посмотрим, как Степан у нас будет выглядеть. Я просто уверен на все сто процентов, что его Ритка-Маргаритка после увиденного, ну не сможет ему отказать. Да и тем более, Стёпа не пьёт уже сколько... Ой, вы только на него посмотрите. Стёпа! У тебя чё-то костюм какой-то мешковатый, как будто ты на 10 размеров больше его взял. Сними штаны. Мне просто интересно. Штаны снял, я сказал! В моём магазине, что я говорю, то и надо делать. Штаны снял! А щас сними вот это смокинг. Сними костюм. Сними сверху костюм. Стёпа! Я как бы понимаю то, что ты любишь свою работу. Но когда я тебе говорю напялить костюм, то сними ты хотя бы свою рабочую форму. Ты зачем штаны на штаны надел? Тебе холодно на улице? 30 градусов! А, Б, давай переодевайся! Все мозги пропил уже. Человек не соображает. Перед тем, как нужно надеть одни штаны, нужно снять другие. Стёпа, ты там долго? Мать моя женщина! Стёпа! Совсем другой... Ой, Мелкий, пришёл, посмотри, посмотри. Мне кажется, если бы его даже твоя Аленка увидела, даже она бы его на свиданку позвала бы, Мелкий. Ты ПО, ты ПО, ЧТО, ЭТА КА... Конечно, фуражку бы ещё твою снять, а то прям образ охранника сразу выдаёт тебе. Усы, ну, усы спасаются в ситуацию, Мелкий, ты купил то, что я просил? Показывай, показывай. Ага, молочко И две кока-колы Молодец, мелкий, сдачу можешь оставить себе Если она там есть Все, побежали, больше не будем никого здесь Тянуть за причиндалой А еще, кстати Вот что я смотрю Я же Папа Зина придумала Папа Зин, пять минут, пять минут, сейчас я выйду Мне же Катя что сказала Перед тем, как я начал записывать эту серию Я с ней, кстати, разговаривал Все же помнят, 14 февраля У Кати был день рождения И я ей передал права на этот магазин Чтобы она здесь была директором Чтобы она им заправляла И Катя перед записью этого ролика сказала мне Прям цитата Если твои подписчики не ленивые задницы Если они смогут набрать 50 тысяч лайков на этой серии То я приду и разрулю все твои проблемы Ну, примерно так она сказала Только проблема в том, что я сам не могу Свои проблемы разрулить И я не знаю, как моя девушка мои же проблемы разрулит Ну, а ты слышал, что она сказала 50 тысяч лайков И в следующих сериях жизни ютубера Мы здесь увидим Катю Которая будет заправлять этим моим магазином Я надеюсь, что хотя бы когда-то Мои бизнесы уже начнут приносить мне прибыль А сейчас вон с моего магазина Давайте, давайте Надо жизнь человеку спасать Бабзин Принесла то, что я заказывал Принесла Принесла Показывай, показывай Шикарно Столько вишенок Степа Тебя никто не звал сюда Не пали то, что я заказал Бабзин Сколько я должен золотых монет Бабки свои оставь при себе Потом с тобой поквитаемся Бабзин Спасибо за сотрудничество Все Ты свободна Ты свободна Можешь идти А сейчас вы Два дуримонды За мной За мной Степа Я в этой серии решил Все в свои руки взять Прям все, что только можно Держи Слуховой аппарат Я его перешаманил Перепрограммировал В наушник Я сейчас возьму телефон в руку Что я буду гореть в телефон Ты должен слышать Прием, перда кусатый Слышно? Отлично Сядешь за стол Я тебе буду диктовать Все, что ты должен Говорить своей женушке Понял? Ни одного Лишнего слова От тебя ничего не добавляй Я сам Все решу Я умею с телочками Обращаться Пошли, мелкий Давай, давай, давай А ты, Степа, стой здесь Стой здесь Звони в дверь, мелкий Нет, идите нахрен Со своим Степой Я занята Маргарита Степановна Мы еще даже по приветствию С вами не успели Мелкий, хватит Ноги вытри собакам Вот, видишь, на коврике написано Нет, пошли нахрен Вы меня достали Все, по-увы Тут, видишь, Маргаритка Ринка даже тебя видеть не хочет Маргарита Степановна Ради всего святого Что у вас осталось Что ж Ради хороших воспоминаний Между вами, между Степаном Вот, ну, выйдите Хотя бы дверь нам Откройте, пожалуйста Маргарита Степановна Не будьте пописякой Засуньте своего Степу Себе в задницу А себя в задницу Степы Сложная какая-то схема Степа, ты слышал Что она сказала Давай, нагибайся Лучше не надо Ладно Иди сюда, Степа Иди сюда, иди сюда План Б План Б Сразу, сразу к вишенке На торту приступаем Так, это сюда Это сюда Маргарита Степановна Откройте последний раз Степа, поправ галстук Ядрить мою пенсию Степа, сейчас Все зависит от тебя Степочка, это точно ты, да Смотри, как мы его приодели Прямо приукрасили Просто загляденье мелкое Хорошо, это последний шанс Проходите Ля, телочка потекла просто Ты только посмотри Она по этому костюму Прям Пошли, пошли, пошли Садись А мне нравится Ваша картина На кухне Со вкусом Со вкусом Маргарита Ритка В общем Приступим Сразу К самому Главному Торт Это вам Степа Лично Заказал Из Дальней Франции Из Восточного Парижа Его приготовили Прям под Эльфелевой Башней Степа Действительно Поменялся Спасибо Степа Молодец Прям Молодец Что торт Заказал Смотрите Самое главное Он купил Литр молока И он купил Две бутылочки Кока-колы Вы понимаете Да То, что он мог Купить бухлишко Но купил Кока-колу Понимаете Степа уже не пьет Дней пять Если хотите Он может дыхнуть Он действительно Поменялся И в лучшую сторону Дыхни Степа Дыхни Дыхни А я что А я что А сейчас Степа подготовил Для вас Просто Речь Речь Чтобы попросить Прощения Степа Надень наушник Наушник Надень Иди сюда Мелкий Иди сюда Иди сюда Иди сюда Так Проверка связи Проверка связи Степа Напиши в чате Жопа Если ты наслышишь Молодец Молодец Это не вам Если что Это просто Отголоски Еще Как бы Старой привычки Степы Не обращайте Внимание Степа 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 Начинай Говорить Начинай Говорить Прямо сейчас Дорогая моя Прекрасная Русалочка В диком Оммуте Дорогая моя Прекрасная Русалочка В диком Оммуте 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 А не Оммуте Степа Ладно Неважно Я полюбил Тебя С первого Взгляда При первой Нашей встрече Я Полю И полю Тебя С первого Взгляда При первой Нашей Нашей Встрече Ошибок Походу Степа Наверное, в школе не учился и русского не знает Твои глаза Как два прекрасных Северных сияния Они пылают в темноте Освещают мой путь в этой пленной Темной жизни Я не знаю, как бы я без тебя жил Моя принцесса-королева И моя самая Чудесная Обаятельная женщина Которая просто Помогает мне жить Которая сопутствует меня В каждой сложной ситуации Дорогая моя Маргариточка-Риточка Ты лучик света В моей пленной Темной и Местами печальной жизни Ты мой цветочек На клумбе Ты мой тюльпанчик Ты моя вечно 18-летняя старухенция Девочка, девочка Я люблю тебя больше Всей своей жизни Я люблю тебя Ну, в принципе, можно было и так Для кого я тогда Вот эти все фразы Подготовливал Ну как? Что у вас здесь? О боже, это чудесно Я тебя, Степочка Ну, Степа, видишь Даже вот так прокатило Даже тебе не нужно было ничего гореть В общем, горько Горько Мелкий, кричи, горько Кричи, горько Кричи А, ну да, ты же разговаривать не умеешь Да, да, пососите Ну, в смысле У меня тут небольшая проблема В квартире засрано Выйдите на минутах 20 Я быстренько приберусь И вы вернетесь А, ну, без проблем Давайте, дети мои Выходите, выходите Маргарита Степа действительно изменился Все, пошли, пошли Пошли Это у вас шкаф упал? Ничего не было Выйдите на 20 минут Мелкий Степа Спуститесь вниз Минутку меня Подождите, я сейчас спущусь И на улицу Я же слышал Как у вас где-то шкаф На втором этаже Кто-то двигал, да? Выйдите, пожалуйста Здесь никого нет Или я буду вынуждена Вызвать полицию Ритка, Маргаритка Знаете, какое-то Плохое у меня сейчас Ощущение такое На душе Я проверю, да? Вы не против? Шкаф, да? Значит, у вас здесь падает Ты еще кто такой Хрен моржовый, а? Это, это Это как называется? Маргарита! Это не то, что вы подумали Это совсем другое Да, человек просто Да, лучше бы ты башкой своей Не махала у меня перед глазами А то этот клон сделает так Что ты своей башкой Больше ни в какие стороны Крутить не сможешь Рита! Это как называется-то? Это Ну, я на самом деле Люблю Степу Я вам очень благодарна Но мне не хватало мужика Пока вы Степу отрезвляли Ага А изначально вы сказали То, что это не то, что я подумал Да, мужик просто гулял по улице Случайно Наткнулся на камень Вся одежда слетела Трусы остались Вы мужика пожалели Пригласили на чай Потом мы со Степой пришли И вот тут мужик Да, за шкафом прячется Мужик Именно вот такая история Да, была? Ага Да? Угу, угу, угу Я тебе предупреждал Чтоб ты башкой Больше своей не тряс Ага Помогите мне, пожалуйста Спасти семью Я уже так захолебался В смысле? Даже не представляете Не нужно спасать пояс Я уже Я уже Я уже Я уже Я уже Просто Стой здесь Никуда не уходи Трусы подтяни Рита Это Мой для вас Последний шанс Степа Да У каждого Есть свои косяки Да Степа иногда Выпивает Но как видите Он закодировался А сейчас Я знаю Вашу тайну Если с этого момента Вы хотя бы раз Еще постретесь Со Степой Я ему покажу Вот это Иди сюда Ага Фоточка Есть-то Есть еще раз Вы Степе Пельмени не сварите Когда он попросит Я покажу Я скину эту фотку Степе В контакт Сейчас я сама разберусь Давай Давайте Выгоните этого шкита Чтоб я его здесь не видел И Степа тоже Они сейчас вернутся сюда Гришка Гришка Пойдем Гри Гриша Пошли на балкон Тут все хорошо Подыши там свежим воздухом Подышите Встань на край Гришка Да Гришка Подыши 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 Да У тебя все Так подожди Там же снизу Степа с мелким Вот придурок Вот Вот На На С четвертого этажа Кто-то выпрыгнул Прикиньте Вот мы здесь Разговаривали С четвертого этажа Кто-то выпрыгнул Дебилы Ёперес С четвертого же этажа Нет С крыши Кто-то спрыгнул Придурок Вот я не знаю Что его в жизни Не устраивало Поскозлюся Походу Там Скользко На крыше Не обращайте внимания Идите сюда Там Ритка Маргаритка Тут ужин приготовила Поднимайтесь 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 Наверх Милки Давай быстро Сюда поднимать Вы бы хотя бы Не на голову Степе сбрасывали Своего любовника В следующий раз А если будет В следующий раз Я все Степе расскажу Ой Гришка Гришка Никто и бабе Ты в гости Пришел В общем Степа Костюм пока что Свой не снимай Спях впереди Еще жаркая ночь Ну в смысле Забей Я не то имел ввиду Пошли мелки Удачи вам в жизни Там детей рожайте Хотя какие дети Вам уже Полет 65 Короче Сраться не надо Там Всего благого Все там Да пока Пошли мелки Ноги вытрись Собака Ты на улицу выходишь На улице должно быть Чисто Пошли Ну наконец-то Мы разобрались Со всеми нашими проблемами Ну Точнее Не нашими проблемами Проблемами всех других Жителей этого города А наша проблема Как бы еще осталась Да И вот с этим чуваком Тоже надо что-то делать Гриша Вы как Еще на этой планете Все соображаете Опа Мелки Ты смотри Чикса твоя идет Телочка твоя Мелки Походу и тебя баба бросила Субтитры сделал DimaTorzok